Нет, просто так справку, конечно, выдавать Без этих самых не следует Нужно с человеком поговорить Все-таки бывает, что человек, который пришел вроде бы формально На глашистительные беседы В результате заинтересовался И действительно уже стал серьезно к этому относиться Это редко, но, собственно говоря, эти редкие случаи Они, как у притча сеятеля, там тоже много зерен, как сказать, зря пропали Ну, за жизнь, если беседовать, это тогда надо уже не две беседы Это уже надо 20 бесед Мы с тобой 18 бесед за жизнь побеседуем А уже две по беседам о вере Я думаю, вряд ли люди сами это согласятся Разве что им очень понравится беседовать с вами Все-таки беседа должна быть о вере Именно донести до них суть веры Во что мы верим и почему мы верим именно так Некоторым бывает интересно Даже тем, кто потом все-таки не заинтересовывается Но все равно новую информацию получить бывает интересно Вообще, если говорить про систему оглашения и подготовки Мне кажется, самая идеальная система Это то, что разработал отец Георгий Казанцев в Калуге Его система называется «Соломенко» Можно найти в интернете, если хотите, посмотрите Вот там все разработано для того, чтобы оглашение было таким глубоким и максимально осознанным Это для тех, кто сам креет А вот именно крестный, которому дайте справку и я прошел Я понимаю, что здесь, может быть, не очень для людей это нужно будет Но тем не менее, все-таки наша задача в том, чтобы научить человека вере Если ты хочешь, не хочешь, но если ты согласился быть крестным Это значит, что ты должен передать ребенку веру Как ты можешь его научить тому, чего не знаешь сам Как ты можешь передать ему то, чего не имеешь сам Если человек неверующий, я, например, ему прямо говорю, что, извините, вы не можете быть крестным Если же человек говорит, я верующий, да, давай тогда сядем поговорим Иногда бывает, некоторые приходят, говорят, я и так все знаю, дайте мне просто справку Для них вот один мой знакомый, он таким образом действовал с ними Есть в интернете большой тест на православие, там много вопросов, больше ста И он его распечатал и говорит, хорошо, если вы считаете, что вы все знаете, вот вам тест Если ответите на него, я вам дам справку или покрещу ребенка без огласительных бесед Ну и они берут сразу, да, давайте, сейчас я вам наотвечаю Наотвечают, значит, потом он говорит, давайте сядем вместе и отметим, сколько неправильных ответов И когда он показывает, здесь, 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 здесь неправильно У человека начинают глаза меняться И он понимает, что на самом деле, насколько он не разбирается в вере И тогда уже начинают слушать Потому что у многих, к сожалению, вот такое отношение, которое многим мешает прийти к православию А, мы знаем ваше православие, мы ходили, куличи свечили, светили, мы свечку ставили Мы за водой ходили, мы знаем все про ваше православие На самом деле люди вообще ничего не знают о православии Вот даже не знают, о чем оно и про что оно Но вот такое есть у людей внутри сидит предвеждение И иногда бывает, получается, вырвать его из этого кокона и показать им, дорогой А ты, мало того, что ты не знаешь, но посмотри, это действительно, это интересно И это часть той традиции, к которой ты себя относишь, как бы то ни было Это то, чем жили, так сказать, твои предки Чем сейчас живут, чем будут жить после тебя очень многие в нашем народе То есть, как бы, почему бы не потратить это время Там, сейчас куда ты вот рвешься, чтобы не ходить на эти беседы Что ты будешь делать? Смотреть в Инстаграм или в Фейсбук или там по телевизору что-нибудь будешь смотреть? Ну не посмотришь ты два часа телевизора, посидишь ты два часа с катехизатором Ты больше узнаешь Вот, иногда бывает, получается, иногда не получается Если люди совсем неконтактные, если люди ведут себя дерзко Типа, все, мы заплатили, дайте мне и больше мне ничего не надо Да, с ними нужно вежливо Вот, вежливо говорить им, что, знаете, в этом случае все-таки вы еще подумайте Вот, потому что для нас это серьезно Если для вас это не серьезно, значит, вы еще немножко не готовы Подумайте, может быть, подготовитесь Но для нас это серьезно Я бы, знаете, еще что добавил бы Ну вот конкретно для того случая, который вы упомянули Когда вот крестный, да, его попросили Он сам особо не хочет, но согласился Ну я бы так сказал, что Ну я считаю, что в нашей жизни ничего случайного нету Как бы то ни было, вас попросили стать крестным, и вы согласились Меня попросили стать катехизатором, и я согласился Раз уж мы с вами согласились на это То надо то, что мы делаем, делать хорошо А значит, мне нужно быть хорошим катехизатором для вас А вам нужно быть хорошим крестным для этого ребенка А если мы не хотим то, на что мы сами согласились делать хорошо Это, соответственно, о нас самих много что говорит Да, то, что мы делаем, мы должны делать хорошо Я согласился в своих интересах стать хорошим крестом. Тем более, что мы же говорим о самом минимуме, который только может быть. Эти две несчастные беседы на самом деле недостаточно. Мы все это прекрасно понимаем. Поэтому уж хотя бы на два часа своей жизни поменьше будешь смотреть телевизор. Я тоже мог бы чем-нибудь заняться, вместо того, чтобы с тобой говорить, но раз уж мы здесь оказались по промыслу Божьему, давай все-таки сделаем с каждой из нашей стороны по максимуму хорошего, чтобы стать действительно хорошим крестом и хорошим крестом. Потом мы страдаем, жалуемся, что везде формализм, и сами получается этого же формализма и требуем, и возмущаемся, когда нам отказываются этот формализм предоставить. Нормально ли это? Нет, конечно. Ну, еще, знаете, на самом деле, конечно, все люди индивидуальные, и подход тоже к каждому индивидуальный. Поэтому, если вы видите, что там случается такая ситуация, вы про себя помолитесь, чтобы Господь его разумил. Может быть, Господь даст слова, которые именно для этого человека нужно будет услышать.